Мы решили сегодня приготовить что-то новое. Всем привет! Провел все трансляции на сегодня, я сейчас сижу, отвечаю на сообщения в Телеграме, в моих чатах пакета Гуру в интенсивах. То есть проверяю домашки, исправляю ошибки, объясняю почему. И это у меня занимает большое количество часов, потому что я хочу реально внимательно все прочитать и реально помочь. Поэтому пока что никакой движухи у нас здесь нет. Но вы можете как раз-таки найти себе движуху и по ссылке в описании, либо на прикупленной карточке зайти и ждать премьеры моего нового клипа на мою новую песню. Я очень хочу, чтобы вы его посмотрели, я очень старался. И давайте наберем просмотров. Хорошее количество. Ну что, мы не можем что-ли? Что, мы хуже всех что-ли? Ну невозможно такое, мы лучше всех. Так же? Я тоже так думал. Ладно, я сейчас буду продолжать отвечать на сообщения. Невероятные работы просто. Блин, ребят, вы офигенно пишете. Окей, разместил сториз 15 минут назад в инстаграме. Попросил Q&A. Но вот что-то не могу почему-то прогрузить вопросы. Планируете ли высти, завести детей? Пока не планируем. Пока не планируем. Но как только запланируем, вы узнаете все первыми. Как побороть страх говорить? Знаю хорошо, язык B2. Но есть волнение при разговоре. Нужно бросать себя в это дело и прям говорить. Прям говорите. Через страх, через нервы, через слезы, через пот. Просто говорите. Есть такая фраза. Притворяйтесь, что вам не страшно, пока вы сами себе не поверите, так скажем. Страх говорить не уйдет, если вы прям не встретитесь с ним лицом к лицу. Разница между of course и sure. Окей. Я делаю скриншот сейчас этого вопроса, поэтому я не смотрю в камеру. Of course значит конечно, sure тоже значит конечно. Of course это... Ну, зависит все от того, как вы это скажете. Конечно, в носительском менталитете sure это более такое неуверенное что-то. Типа тебе нравится эта картина? Of course. Конечно нравится. Что? Я серьезно. Или тебе нравится эта картина? Sure. Типа, а, да. Отвали. Типа, что-то вроде такого. Хороший вопрос с очень хорошими словами. Какая разница между словом bias и словом prejudice? Окей. Prejudice и bias имеют в принципе похожие значения. В общем, смотрите. Prejudice это когда вы настроены против чего-то. Из-за каких-то факторов, таких как социальный класс или цвет кожи против кого-то, то есть prejudice, когда вы судите человека по именно вот этим факторам. Социальный класс, одежда, которую он носит, машина, на которую он едет, цвет кожи, раса и все такое. Когда вы против кого-то, так скажем. Bias это наоборот в сторону чего-то, то есть в принципе та же самая концепция, но просто с других сторон. Prejudice это негативное, ну они оба негативные. Prejudice это когда вы против кого-то или чего-то, и bias это когда вы так сильно за что-то, что вы против всего остального. То есть разные направления, но одна и та же концепция. Дайте мотивацию, чтобы выучить этот чертов язык. Никак не могу выучить слова. Я не могу вам дать мотивацию. Мотивацию вы должны найти в себе. Сейчас очень жесткое время и, ну, не знаю как вы, но я точно не так себе представлял весну 2020 года. И много что пошло не так, и много у кого что пошло не так. И мне очень жаль, и это очень-очень плохо. На мне, конечно, этот карантин в принципе не сказался, но я знаю, что на много ком этот карантин сказался очень сильно в негативном плане. Ну и английский язык, если к вам это относится, английский язык может вам дать новое начало. Может открыть для вас новые двери, о которых вы даже раньше не задумывались. И кто как не я понимает четко, как важен английский. И английский язык поменял мою жизнь полностью и навсегда. И я ему очень за это благодарен. Я думаю, что имеет смысл вам тоже попробовать поискать для себя, что это значит для вас в ваших понятиях, в вашей жизни. Карантин, конечно, не самое лучшее время и не все прям супер классно и позитивно. Но в любом случае сила в ваших руках и сила в наших руках, чтобы извлечь все только самое лучшее из этой ситуации. Поэтому вот вам мотивация. Даю мотивацию, чтобы выучить, а чертов язык, скидка в описании. Я даю скидки 30% на наши самые большие курсы на данный момент. Прочитайте все по ссылке в описании и вы сами решите для себя, нужно вам это или нет, хотите вы этого или нет, готовы ли вы к новым начинаниям, новым поворотам. А я просто подожду здесь. Английский для работы, английский для учебы и английский для себя. Посмотрите, прочитайте, ознакомьтесь. И как я уже сказал, я подожду здесь. Как не бояться ответственности? Что это такое? Вау, вот это вопрос. Загруженный вопрос. Окей. Как не бояться ответственности? Что это такое? Что такое ответственность? Когда вы за что-то ответственны. Ну нет. Я верю в то, что в этой жизни есть два типа людей. И то, что я сейчас скажу, не относится вообще ни к карьере, ни к работе, ни к должности, ни к чему такому, ни к вашему социальному статусу вообще. Забудьте про это. В этом мире по складу ума есть два типа людей. Это работник и это начальник, да? Или директор, как хотите, можете сказать. Опять-таки, это не связано с вашей должностью или статусом на работе. Вы можете быть работником, имея склад ума директора или начальника. Но ответственность это когда вы лично, своей головой, так скажем, отвечаете за то, что делают другие или происходит с другими. Это лидерское качество. Как не бояться ответственности? Вы должны, наверное, понимать, для чего вы берете на себя эту ответственность. Зачем это вам вообще нужно? Я ответственен за мою семью, за наш дом, за то, чем мы питаемся, где мы живем. Я ответственен за своих собак, что они будут выгулены и накормлены, и поиграют, и повеселятся. Потому что я хочу для них всех наилучшей жизни. Я ответственен за людей, с которыми я работаю, и за их результат, и за их продукт. Потому что мы все работаем на одну общую цель, которую я люблю. Поэтому это, наверное, все, что я могу сказать по этому поводу. Я не знаю, как правильно ответить на этот вопрос. Как перестать беспокоиться о том, что люди думают о тебе? И как обрести уверенность в себе? Я раньше так парился и беспокоился за то, что что бы мне думают, и как, какое впечатление я произвожу. И сейчас, ну не сейчас, а буквально полтора года назад, я понял одну простую истину. Что я ответственен только за то, что я говорю. Я не ответственен за то, как меня понимают. Думайте, что хотите, от этого моя жизнь не изменится. Потому что я ищу одобрения только от людей, мнения которых я реально ценю. Кого есть реальная экспертиза и опыт в сферах, в которых я ищу это одобрение. И, конечно, родные, близкие. И самое главное, от себя. В любом случае, в конце концов, это я против себя. Человек, которым я был вчера, против человека, которым я могу быть сегодня. И если я считаю, что я сделал все хорошо, я молодец, я себя люблю, все ништяк. И если я считаю, что я сделал все плохо, ну, что плохо, я все равно себя люблю, все равно все ништяк. Но надо лучше. Даже фраза «уверенность в себе». Уверенность в себе должна исходить изнутри, а не снаружи. И, ну, какое вообще влияние имеет то, что люди думают о нас? На нас. Какое влияние оно должно иметь? Никакого. У людей всегда будут свои мнения, свои взгляды на вещи. И это хорошо, мы это уважаем, но у меня есть тоже свои мнения и свои взгляды на мои вещи и на то, как я живу и на то, какие решения я принимаю. В любом случае, отчитываться мне за это только перед собой. И все. Love your content. I'm American learning Russian. Any advice? Do you teach Russian also? I do not teach Russian because I don't know how to do it. I was born speaking that language and I didn't really learn it. I didn't learn it at school either. They taught me at school, but I didn't learn. But my advice would be just from a general language teacher, my advice would be try everything and try to combine different ways of learning it. It's like going to the gym. You can't just go and train arms every day. You got to train every single muscle group to have that balance. So if you want your language to be in a good shape and balanced, you got to do everything. Listening, reading, speaking, writing, grammar, all of that. Everything needs to be in place. So I guess that would be my advice. Сколько часов в день работаешь, проактивно получается? Работаю много часов в день, но я стараюсь брать дни отдыха, выходные, и стараюсь особо не работать, но как бы с утра до вечера, когда я сажусь работать, с утра до вечера, у меня столько разных вещей, которыми я занимаюсь, столько разных проектов, и я не хочу отставать вообще ни в чем. Поэтому я всегда распределяю свою деятельность, чтобы я успевал все. И, конечно, беру выходные, беру перерывы, пытаюсь к вечеру заканчивать и полностью все отключать, чтобы еще преуспевать в своей личной жизни, проводить ремнистике с собаками и все такое. Поэтому продуктивно и работаю очень много, больше, чем хотелось бы, конечно, по крайней мере сейчас. Но сейчас еще карантин, и я стараюсь, все как-то медленно идет, и я стараюсь быстрее всех все делать. Поэтому тоже это особенность этого времени сейчас. Окей, время уже подходит. Две минуты до моего запланированного перерыва, кстати говоря, про организацию деятельности и продуктивность. И я сейчас иду потренируюсь немножко. Будем тренироваться дома, конечно, но у меня сейчас запланированный перерыв на тренировочку. Поэтому я закончу с этими вопросами чуть позже. Я пошел. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Здесь начинают покушать, пообедать. И мне кажется, здесь очередь сейчас большая. Потому что в этом магазине есть отдел, где прям готовая еда. И она очень здорова и очень вкусная. ешкин кот вот где в очереди вот очередь, кот вон там за столбом вот так вот все, я поел мы приправились дома я сел, еще немножко поработал и я выкатился, выкатился выехал сейчас выкатился, такое сургутское слово я выехал в прачечную сейчас постирать собачьи всякие вещи и продолжаем Q&A, здрасте главные качества, которыми должна обладать каждая уважающая себя девушка ну это не мне решать если девушка себя правда уважает то она сама и решит, какими качествами ей стоит обладать как оттачивать свои знания и не забыть все, что знаю у меня уровень advanced постоянно практиковаться и постоянно еще учиться, то есть переучиваться перепроходить, постоянно освежать свои знания каким-то новым курсом или чем-то еще, это очень-очень помогает особенно со временем, когда отсутствует практика как быть уверенным в правильности выбранного пути? в завтрашнем дне никак в этом, наверное, и весь азарт и весь прикол жизни просто никак в этом-то и дело, что абсолютно никак хочу завести собаку какие советы может дать новичку в этом деле? я до сих пор думаю, что я новичок в этом деле хотя у нас уже собаке год ну, если заводите щенка прям с восьми недель то это прям ух это прям, конечно за вот эту всю милоту вы будете очень-очень работать усердно их нужно сразу тренировать сразу воспитывать сразу нужно с самого начала так скажем приучать к правилам нового дома это много работы и от этого устаешь когда с щенком и самое жесткое время самое ужасное наверное до шести месяцев когда вот щенку меньше чем шесть месяцев это самое ужасное потом становится лучше потом они чуть взрослеют и после года уже более или менее нормально опять-таки зависит от того как их тренировать как их воспитывать и как у них вообще распорядок дня но я скажу из личного опыта что собаки они существа такие они любят очень рутину любят очень по графику все делать правильно поэтому если вы можете сразу с самого начала прививать и создать вот эту рутину что мы вот идем гулять с утра в такое-то время потом сразу кушать потом свободное время потом еще раз идем гулять ну для вам виднее уже какая рутина но если вы с самого начала сможете ее простроить то будет просто идеально будет просто идеально что нового появилось в жизни вместе с карантином Наверное, осознание того, как я принимал за должное такие простые вещи, как пойти в тренажерный зал Я сижу, никакого карантина, все открыто, надо пойти в тренажерный зал, я сижу в работе, говорю, не, мне некогда, я занят А сейчас вот так хочется, вот так хочется в нормальный тренажерный зал, но, естественно, все закрыто Просто осознание, я не знаю, как-то я по-другому смотрю теперь на жизнь Я понимаю, насколько я не ценил все вот эти вот простые вещи, как я уже сказал, пойти в тренажерный зал, пойти постричься Я не знаю, просто, да Еще я понял, насколько я прям долго работаю, как много времени у меня уходит на работу И я понимаю, что это непорядок, я вот такой балбес просто Вот я вот разберусь, я заделегирую за аутсорсию что-то, у меня, бам, открывается в свободное время И я вот снова его заполняю чем-то новым еще И беру еще какие-то проекты, еще что-то делаю Но я вот вообще не могу просто, блин, нормально сидеть на месте И с такими темпами мне надо точно что-то исправлять, потому что с такими темпами у меня жизни просто не будет личной Вообще этикет уйдет, собаки мои подохнут, блин, и вообще просто мне надо над этим работать И мне нужно лучше балансировать эти вещи И я вот весь прошлый год работал над этим балансом Мне так казалось, что так все классно В итоге ничего вообще не поменялось Стало только хуже Я стараюсь, у меня есть, конечно, правила определенные Что вот у меня такие-то дни я полно вообще ничего не делаю Такие-то дни я там с такого времени по такое У меня все по расписанию, там, когда обед, когда ужин Когда свободное время посидеть на диване, посмотреть телек, например Но вот все вот так вот, ну, все предсказуемо вот так вот Несколько часов здесь, несколько часов здесь Один день в неделю, там, здесь И, ну, нет у меня нормальной, блин, просто скоро не будет у меня нормальной жизни просто И я не знаю, это вообще не очень хорошо Поэтому я больше Вот я сейчас торжественно объявляю, что я на себя не беру никакие больше проекты Все, все, что сейчас есть, так пусть и останется Больше я ничего не беру вообще Вот, поэтому, вот Окей, у меня осталось совсем чуть времени в сушилке Поэтому мы с вами увидимся уже дома Только вернулся с прачечной И пришло время погулять 20 минуточек, да? Поэтому гуляйте Вы на свободе, будьте свободны! Это свобода! Эй, не жри с земли! Красава! Это же мопсовый отец! Ну все, мы дома, все выгулены, все покормлены Все постирано, все сделано Давайте ответим, то есть я давайте отвечу еще на парочку вопросов И расходимся Но до того, как мы с вами это сделаем Я хочу вам напомнить, что по ссылке в описании Вы, по одной ссылке в описании Вы увидите ссылку на виртуальную премьеру Моей новой песни, моего нового клипа Под названием AF Пожалуйста, приходите, пожалуйста, поддержите Посмотрите вместе со мной Я зайду и мы все будем смотреть вместе Общаться в чате Для меня это очень много значит Я состряпал эту песню как можно быстрее Состряпал Я грамотно, хорошо сделал песню Но как можно быстрее Сделал этот клип при всех карантинных условиях Естественно, это прям не клип-клип Не произведение искусства Но у этой песни есть очень веселое настроение Очень хороший вайб Но я уже про это рассказывал в предыдущем влоге Я не буду вас, вам этим докучать Но, пожалуйста, переходите туда Дождитесь, посмотрите вместе со мной Поставьте лайк, поделитесь с другом Для меня это очень важно Это будет для меня очень-очень много значить Я очень люблю делать музыку И мне очень хочется, чтобы вы увидели Мое, так скажем, последнее творение Ну, ладно, давайте еще пару последних вопросов И по домам Ну, мы и так дома Переключились на другую камеру Даже поменяли кепку Это не сразу после предыдущего клипа Я уже сходил, мусор даже вынес, представляете? И даже посидел на диване И посмотрел серию сериала Как убрать акцент самому Первый шаг, который вы хотите предпринять И, конечно, я обещал вам видео про... У меня было видео про то, как тренировать английский дом И там я затрагивал кое-какие интересные подробности Но не прям суперподробные И я сделаю более подробное видео По каждому этапу, по каждому шагу Если вы не видели то видео, вы можете нажать на карточки Я всегда забываю, с какой стороны она Но вы увидите Но, во-первых, чтобы уграть... Уграть... Чтобы уграть... Чтобы убрать акцент самому Вы должны развить слух И натренировать ухо И чтобы это сделать, нужно постоянно слушать английскую речь Вы должны окружить себя английской речью Вы должны симулировать вот это вот окружение языком Для себя, вы заходите домой, все Вы в Америке То есть, ну, старайтесь как можно больше слушать Книги, аудиокниги, в смысле, подкасты Смотрите видео на YouTube Смотрите сериалы, фильмы, ваши любимые на английском языке И вот, чтобы вы постоянно... Чтобы постоянно было у вас на слуху Этот слух поможет вам, этот слух Ваш развитый слух поможет вам ловить себя на разных ошибках И поможет вам ориентироваться и понять Вообще, что что-то звучит не так Многие люди говорят У меня ужасный акцент, у меня ужасный акцент Но они сами не понимают Почему они так говорят? Потому что так принято, наверное, говорить И дальше заниматься фонетически Звук по звуку, разбирать артикуляцию каждого звука Это самый действенный вариант Когда вы более такую методичную деятельность Комбинируете с восприятием Все Это просто убийца Будешь пиарить свои песни на русском канале У тебя слишком крутая музыка Спасибо большое, Максим Ну, я не хочу особо прям вам, так знаете, задвигать Но я прошу вас, конечно, переходите слушать Я не буду вставлять какие-то, ну, официальные аудиодорожки Или там видео на этот канал Потому что этот канал все-таки другой И он не музыкальный канал Я не хочу все это перемешивать Но мой музыкальный... У меня есть музыкальный канал И вы можете перейти Ссылка, опять-таки, на карточке сейчас вылазит С одной из этих сторон Я, наверное, скажу с этой стороны Заходите, подписывайтесь, включите колокольчик И вы будете знать Разница ahead of и in front of Ahead of это фигуративно Фигуративно В переносном смысле И in front of это в буквальном смысле Что-то впереди меня стоит Это in front of me Ой, он дальше зашел, чем я в карьере Он впереди меня, ahead of me Ну все, друзья, спасибо большое за ваши вопросы Это все было в моем русскоязычном инстаграме Веня Пак Спасибо за вопросы И это видео уже слишком длинное Я не буду вас сильно, вам докучать Этими вопросами и ответами Но я думаю, что мы очень скоро повторим И я вас еще раз попрошу, посмотрите все ссылки в описании И поддержите меня с моей музыкой И выведите ваш английский на новый уровень Пока вы сидите дома Это новое начало Или то же самое продолжение Что бы это ни было Если вы считаете, что английский вам нужен И он вам поможет То, пожалуйста, не бойтесь делать этот первый шаг Самое сложное это всегда начать Но, как я вам уже сказал Английский изменил мою жизнь Навсегда И я бы ни за что Ни на что бы не променял это Спасибо вам большое за просмотр Удачи Увидимся с вами уже через несколько часов На премьере Моей новой песни По ссылке в описании Пожалуйста, не болейте Берегите ваших родных и близких Ваших друзей И до свидания